Продолжение следует... Продолжение следует... Приветствую всех вас на программе сегодня вечером. Продолжение следует... Суть метода сознания Кришны заключается в том, чтобы слушать о Господе. И мы можем слушать о многих разных темах. Слушать можно о разном, но о чем мы стараемся слушать? Что вы вчера обсуждали? Продолжение следует... Итак, суть нашего внимания это Кришна Кадха. Итак, суть нашего внимания это Кришна Кадха. ОМ НАМО БАГВАТЕ ВАСУДЕВАЯ ОМ НАМО БАГВАТЕ ВАСУДЕВАЯ Как мне стать богатым? Балгопал может дать вам совет. Как мне стать сильнее? Как мне научиться управлять жизнями других людей? Как мне стать звездой в этом мире? И... В телевизионных программах, в газетах, все что вы там читаете и слушаете, это вопросы и ответы. В духовной жизни мы также задаем вопросы и получаем ответы. Разница в том, что мы задаем вопросы авторитетом в духовном знании. Если обращаться к авторитетным людям в духовных вопросах, то вы получите авторитетные ответы. То есть задавать вопросы это не является признаком невежества. В духовной жизни вот эта склонность задавать вопросы это признак духовного разума. Usually after lecture Prabhupada always say, any questions? Задавать вопросы это признак разума. Мы все должны задавать вопросы, но задавать их авторитетным людям. Даже Вьясадева задавал вопросы. Даже Вьясадева, который записал все ведические писания Вьясадева записал все ведические писания Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Никто не думал, что ты представил великое знание, но ты также представил и концепцию материального счастья. Он задавал вопрос от правильного правительства и получил ответственность. Так, Садева задал вопрос авторитетному знатоку духовной науки и получил авторитетный ответ. В результате он написал Шримад Бхагаватам зрелый плод древа ведического знания. Бхагаватя объясняет, что этот зелый плод древа ведических писаний передается по цепи человеческой приятности, подобно тому, как плод передают с вершины дерева люди, которые сидят на разных ветвях этого дерева. Ишла Бхагаватя говорит, что если плод, зрелый плод, с вершины дерева передают от одного к другому разные люди, которые сидят на ветвях этого дерева, то этот плод можно донести до земли в целости и сокровности. Но если просто бросить плод с вершины дерева, то он упадет на землю и разобьется. Затем царь Парикшет задавал вопросы. Он сказал, что вы можете выключить свои мобильники, пожалуйста. Это так важно, если это для вас так важно, переведите их в беззвучный режим. Мобильные телефоны стали нашими лучшими друзьями. Париж Махарадж был проклят, что через 7 дней он должен умереть. Слышав об этом, собрались тысячи мудрецов. И он задал вопрос. Какой знаменитый вопрос он задал? Что должен делать человек, который стоит на пороге смерти? Все умерли в Сочи в Сочи? Слышав погода очень хорошая. Найсый ветер, все равно люди умирают. Не важно, насколько вы богаты или могущественны, всем здесь придется умирать. И Шукадава Госвами дали ответ на этот вопрос, он сказал, нужно слушать о Кришне. Этот вопрос создал подходящую атмосферу для того, чтобы был поведен Шима Бхагаватам. Итак, и как преданные задают вопросы, так и материалисты задают подобные же вопросы. Материалисты хотят узнать, как я могу быть счастлив. Преданные тоже хотят узнать, как я могу стать счастлив. Тот же вопрос, но совершенно разные ответы. Один человек думает, что обрести счастье можно, наслаждая свои чувства. А другой, то есть преданные думают, что я могу обрести счастье, если буду развивать свои отношения с Господом. На эту тему есть одно замечательное высказывание прохладу Махараджа и Шума Бхагаватам. Как вы наверняка слышали, прохладу Махараджу выпала великая удача услышать духовные знания, когда он находился еще в очареве матери. То есть он с самого начала обрел просветление. Он получил духовные знания от великого мудреца Нарада Муни. И Прохладу Махараджу сказал, на те виду свартакатимхи Вишну. Люди не знают, как обрести настоящее счастье. И в этом стихе прохладу Махарадж имеет в виду материалистов, которые не знают о том, как обрести настоящее счастье. И на вопрос, как обрести счастье, настоящее счастье мы отвечаем, что вы можете заниматься тем, чем вы занимаетесь, работать по своей профессии, но нужно при этом пытаться связать свою жизнь и свою деятельность с Господом. Он говорит, как Господь говорит, что вы делаете. Как Вы делаете, сделаете это как подношение мне. Как кришна объясняет Бхага, говорите, что бы ты ни делал, делай это как подношение мне. Какие бы ты аскезы не совершал, что бы ты не ел, что бы ты не предлагал, кому-то отдавал, делай все это для моего удовольствия. Кришна не говорит, что нужно воздерживаться от деятельности. Он говорит, совершай свои действия, но делай всю свою деятельность для удовлетворения меня, для служения мне. Сознание Кришны – это путь, благодаря которому мы устраиваем свои отношения с Господом, обретаем связь с Ним. Арджуна задал вопрос в третьей главе Бхагавадгиты. Арджуна сказал, что заставляет человека совершать грехи даже как будто против своей воли? Мы знаем, что правильно, что неправильно. Мы все равно иногда мы не способны противостоять соблазнам и делаем то, что неправильно. Что заставляет человека грешить даже как будто против его воли? И что ответил Кришна на этот вопрос? И что ответил Кришна на этот вопрос? «Слышь о мне! Ял, девouring enemy of the living entity, the soul is burning like fire» Кришна сказал, что это вечный враг живого существа. Оно пылает как огонь, и его невозможно насытить. И потом Кришна говорит, где можно обнаружить этого врага. Как вот если ищут террористов или преступников, кто-то сообщает, вот этот преступник приехал в Сочи. Затем возникает следующий вопрос, где конкретно в Сочи он прячется? И так же Кришна описывает, где прячется этот враг. Где он затаился? Где он сидит? В уме, в разуме и в чувствах. Это места, где обитает этот враг вожделением. Аум перетолняет различные мысли, связанные с вожделением. А разум размышляет над тем, как исполнить вот эти желания. И чувства также все время стремятся к наслаждениям. И затем Кришна объясняет, каким образом можно обуздать этого врага. В материальной жизни люди могут знать, в чем проблема. Вам говорят, у тебя рак. А есть ли лечение, есть ли способ избавиться от него? Нет. Но в духовной жизни не только описывается проблема, но также нам предлагают решение этой проблемы. И Кришна говорит, срази своего вечного врага оружием знания. Вчера мы обсуждали важность Кришна-катхи. Вчера мы обсуждали широкий спектр того, что входит в это понятие Кришна-катхи. В четвертой главе Кришна сказал Арджуне, ранее я открывал это знание Богу солнца. Вавасвану. Который в свою очередь поведал это знание Ману, отцу человечества. Который позже передал это знание царю Кишваку. У Аджуны никогда не было сомнений насчет положения Кришны. У Аджуны никогда не было сомнений насчет положения Кришны. У Аджуны знал, что в будущем некоторые люди могут усомниться в этом. Аджуна сказал, Как вы хотите мне верить? Как вы верите в это знание Богу солнца? Он родился гораздо раньше тебя. И Аджуна ответил, Как я могу верить в твои слова о том, что ты поведал это знание Богу солнца? Ведь Он родился гораздо раньше тебя. И Аджуна ответил, Многие, 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 когда вы и я появились, И Господь ответил, Много, много раз мы с тобой являлись в этом мире. Я помню все наши явления, но ты не помнишь о них. То есть, задавать вопросы, это нормальный способ обретения знаний. Когда Господь Читания путешествовал в Южной Индии, он встретил великого преданного Раманандароя. Раманандароя был губернатором одной провинции в Южной Индии. Но в своем сердце он был великим преданным. И Господь знал, что Раманандароя – это великим преданным. И Господь знал, что Раманандароя – это великим преданным. И Господь Читания задавал множество вопросов Раманандароя. Один из вопросов, которые он задал, был такой, что из всех видов образования является высшим? Мы все стремимся к образованию. Если у кого-то нет материального образования, такой человек стесняется этого. Но достаточно ли этого материального образования? Правопады часто говорят, что у вас есть 1-0, а 100-0 – это 0. Солопарупада часто приводил такой пример, что если взять 1-0 или 100-0 вместе сложить, результат будет все равно 1-0. Но если перед нулями вы поставите единицу, тогда эти ноли сразу приобретают значение. Раманандароя – это очень известный институт в Америке. Однажды Шолопарупада читал лекцию в одном знаменитом институте в Америке. И там присутствовало множество образованных людей. Правопады открыли лекцию с вопроса. Он сказал, что в этой большой университете, есть ли какой-то факультет на котором объясняют, что происходит с вами после смерти тела? И ответ был, нет. Рассказание – это понимание важности души и цели человеческой жизни. Что Кришна говорит в 9 главе? Раджабидья – это знание, это царь знания, говорит Кришна. Но также оно по витрам, оно самое чистое. Так же оно по витрам, оно самое чистое. Но вместе с этим, он должен получать и духовное образование. Что являются основными элементами духовного образования? Что являются основными элементами духовного образования? Знания оружия. Знания оружия. Кто я такой? Это первый вопрос. Откуда я пришел сюда? И куда я иду? Как можно избавиться, освободиться от страданий материальной жизни? И кто я такой? Я зовут? Я чистая душа, духовная душа. Откуда мы пришли? Мы все исходим из Господа. И как освободиться от страданий? Предавшись Верховному Господу. Бхактинад Хаккор объяснял, что вторая глава Бхагавад-гита — это самая важная глава. Потому что в ней описано знание о вечной душе. О том, что для души не существует ни рождение, ни смерти. В конце 60-х годов, а точнее в 68-м году, в 69-м году, один ведущий канадский кардиолог опубликовал интервью в одной из ведущих канадских газет. И этот кардиолог сказал в интервью, что я 33 года наблюдаю, как люди умирают. И после всех этих наблюдений я пришел к выводу, что в теле есть нечто, какая-то субстанция. И когда эта субстанция покидает тело, тело становится мертвым. И он говорит, теперь нам осталось только определить, что это за субстанция. И эту статью послали Шили Прабхупаде. Шили Прабхупаде написал письмо этому врачу и поблагодарил его за то, что он признал, что, по крайней мере, в теле есть что-то, что когда и вот это что-то, которое присутствует в теле, когда оно покидает тело, то тело становится мертвым. Но потом Прабхупаде объяснил, что вы хотите посмотреть в теле, но вы никогда не сможете ее найти. И он читал разные слова на гитаре в поддержке этого. Шили Прабхупада объяснил тому доктору, что вот это нечто, что покидает тело, это душа. И что душу невозможно увидеть материальным способом, какие бы исследования ни проводились, душу невозможно обнаружить. И он подтверждение привел разные цитаты из Бхагалагиты. Кришна очень хорошо объясняет во второй главе Бхагалагита природу души. И также он объясняет, что доказательством существования души является сознание. Другой важный элемент духовного образования — это понимание роли времени. Что говорит Кришна относительно времени? Время разрушает все. Время разрушает все. У вас сегодня может быть молодое, красивое, здоровое тело. Что сделает время? Что оно сделает? Время устроит так, что вы недолго будете молодыми и красивыми и здоровыми. Сегодня у вас может быть сильное тело. Вы можете быть мистером Вселенной, мистером мира. Но время устроит так, что завтра вы уже не будете мистером мира. Время... Время все разрушает. Время все разрушает. Время все разрушает. Время разрушает нашу юность, нашу силу... Поэтому важно развивать духовные знания. Так Господь Читания спросил, какой из всех видов образования самый важный? И Роман Андерой ответил, самое важное образование это знания, которые помогают обрести, восстановить отношения с Богом. Цель материального образования в том, чтобы способствовать деятельности направленной на наслаждение чувств. Но духовное образование это прямая противоположность. Преданные стремятся использовать все в служении Господу. Как, например, вот эти смартфоны. У кого из вас есть смартфон, поднимите руки. Надеюсь, ни у кого из здесь присутствующих нет Samsung Galaxy 7. У кого нет случайно. Случайно. Смартфоны одновременно это и хорошая вещь и плохая. У нас есть смартфоны для того, чтобы смотреть фильмы и для различных других аспектов чувственного наслаждения. И эти смартфоны стали сейчас лучшими друзьями людей. И в Китае, сын самого богатого человека подарил своей собачке седьмой айфон. Семь этих айфонов он купил и развесил по всей собачке все эти айфоны. И все играют с этими айфонами. Когда летите в самолете, видите, что все воткнулись в эти смартфоны и айфоны. Но что делают преданные? Они используют их в противоположных целях. Загружают в свои смартфоны книги Шива Прабхупада. И когда у них есть возможность, сразу достают эти смартфоны и читают книги Шива Прабхупада. Также загружают туда фотографии божеств. То есть таково настроение преданных. Использовать все, в том числе образование, в служении Господу. И так же в материальной жизни все стремятся к славе. И все хотят, чтобы их прославляли. И читая Муха Прабхупа также спросил, какая деятельность является самой славной? И славная 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 слава. Когда ты становишься доводителем Господом, ты удерживаешь атмосферу и славу. И Роман Андреу ответил, тот, кто становится преданным Господом, обретает самую высшую славу. Но это не значит, что мы должны стремиться стать преданными для того, чтобы прославиться, для того, чтобы все нас прославляли. Но преданный Господа естественным образом обретает признание со стороны всех. И преданный Господа естественным образом обретает славу. Даже сейчас мы успеваем славу преданных Господа. Читая Муха Прабхупа, вместе со своими преданными, обсуждал больше всего о двух преданных. Он чаще всего обсуждал деяния Друха Махараджа и деяния Прохлады Махараджа. Читая Муха Прабхупа would not discuss the Rasalila with his devotees. Читая Муха Прабхупа, вместе со своими преданными, не обсуждал Расалилу. И прохлада Махараджа и то, каким образом они достигли успеха в своем преданном служении. Господь читает, как прохлада преодолел величайшие трудности ради служения Господу. Вчера мы говорили о том, что сейчас, в этом году, мы отмечаем 50-летие основания ИСХОН. И на 51-е годовщину Путешествия Швила Прабхупада из Индии в Америку для распространения Сознания Кришны. Но если вы почитаете описание жизни Швила Прабхупада, вы увидите, что ему приходилось преодолевать очень много трудностей. И это длилось не год, не два, а очень долгое время. Но при этом он никогда не терял веру. Он продолжал прикладывать усилия. И такова природа преданного. Он никогда не перестает прикладывать усилия в служении Господу, несмотря на какие трудности и препятствия. Преданный использует трудности и какие-то сложности в своей жизни как возможность еще больше предаться Господу. И преданный в любой ситуации сохраняет вдохновение служить Господу. Рупа Госвами написал множество удивительных книг о методе предного служения. Читани Махапрабху, вкратце, описал метод предного служения и Рупе и Санатане Госвами. Но затем Господа Читани Махапрабху попросил Рупу и Санатану подробнее описать метод предного служения. Таким образом Господа Читани Махапрабху дал Рупе и Санатане три главных задания. Написать книги о предном служении. Написать книги о предном служении, вдохновить строительство храмов. И так же определить те места, где Господь совершал Свои игры. И Рупа Госвами написал множество удивительных книг, Шелла Барупада перевел две его книги. Но помимо этого он множество раз цитировал Писание Рупы Госвами в своих комментариях из разных его книг. И в своей книге Упады Шамрита, Рупа Госвами объясняет каким образом мы можем добиться успеха в духовной жизни. Он говорит, Что способствует предному служению? Так, первое, о чем он говорит, это то, что в предном служении мы должны действовать с энтузиазмом. Мы не должны думать так, что у меня будет энтузиазм только если мне дадут то служение, которое мне нравится. Преданный с энтузиазмом выполняет любое служение. Ведь мы же служим Верховному Господу. У нас в Монреале в Канаде есть один преданный, я уже наверное об этом рассказывал, он уже более сорока лет каждый день приходит вечером в храм и моет кастрюли на кухне. В течение сорока лет. Ученик Шиллопрабхупана. И он делает это с таким счастьем, так счастливо он это делает. Я с ним два месяца назад встречался и он все такой же счастливый, так же счастливо это делает. Такое настроение должно быть у нас, каким бы ни было наше служение, мы должны выполнять его с энтузиазмом. Энтузиазм это ключ к успеху в духовной жизни. Когда вы идете проповедовать, вы тоже должны быть исполнены энтузиазмом. Вы же проповедуете послание Бога. Да? Решимость это очень важный фактор в духовной жизни. Ируба Госфами, он написал, что способствует, что помогает предному служению и то, что мешает предному служению. Так же Читани Мухапрабху, помимо других вопросов, спросил, из всех песен, какая песня самая лучшая? What's the answer? That song that describes the glory of Radha and Krishna is superior to all other songs. And that is the Maha Mantra, the most beautiful of all the songs. You sing the whole song, morning and night and you'll never get tired. The materialists can never understand how we can chant the same name day and night, not good time. Because our concept of material songs is, you hear once, twice and you get tired. What's the spiritual song you chant day and night? But a spiritual song you chant day and night. Haridast Hakur was a prime example. He was dragged through 22 market places where you were being whipped constantly. And we were told, stop chanting, it will release you. Just like in the early days of our movement in your country, many devotees were imprisoned. And they were constantly given alternatives, but they refused to stop chanting. So this chanting of the holy name is the most important activity. Many times you always want to know, how can I develop humility? How can I develop determination? How can I develop compassion? How can I develop enthusiasm? Is this your desire to? How can I develop the ability? How can I develop the ability? Compassion? Вдохновлен? How? One solution. Chun-kala Knight. You can change the life of age. Ананiezhen. And how can you open the Anarthas? Anarthas get manifested to the agency of exploitation and hatred. Анардхи – это проявление вожделения, жадности, гнева, зависти и так далее. And how can I eliminate them? Как же избавиться от них? Благодаря внимательному повторению Святого имени Господа. Повторение Святого имени Господа — это наше самое важное занятие. Это наше первейшее служение и самое важное служение. Если внимательно повторить Святого имени, это очень сильно поможет нам на духовном пути. Затем Господь Читания спросил, о чем должно постоянно думать живое существо? Романандрай ответил, что живое существо должно помнить об играх Господа, о Его наставлениях и Его образе. Когда Господь покинул Землю, Арджуна очень опечалился. И Арджуна стал вспоминать различные случаи в своей жизни, когда, по милости Господа и Его друга, он мог добиться успеха. И Арджуна стал вспоминать, как благодаря милости Кришны он добивался успеха в разных ситуациях. Пандамам пришлось пройти множество разных испытаний. Одно из них поселили в дом из Шелока, который потом подожгли. Но им удалось сбежать через подземный ход благодаря своевременному совету Ведуры. Когда Арджуна узнал о том, что Господь покинул этот мир, он очень опечалился. Датяму Арджуна стал вспоминать наставления Кришны из Бхагавад-гиты. И когда Арджуна стал вспоминать наставления Кришны из Бхагавад-гиты, то почувствовал, что Кришна находится прямо рядом с Ним. И сразу же вся его печаль и грусть прошли. И Шелока Пархупада говорит, «Подобным образом, если мы будем также медитировать на наставления Кришны из Бхагавад-гиты, то мы обретем такой же результат». Медитация Кришны из Бхагавад-гиты можно размышлять о различных стихах Бхагавад-гиты. Бхагавад-гита — это книга знаний. Если мы будем читать Бхагавад-гиты регулярно, мы обретем духовное просветление. Когда Арджуна был путешествовал в Южной Индии, он встретил одного предного, которого звали Васудева Випра. Этот преданный болел проказой, и все его тело было покрыто гнойными язвами. В этих язвах жили черви, и этот преданный был настолько сострадательным, что когда какие-то черви выпадали из ран на его теле, он их поднимал с земли и клал обратно. И он сказал, «Господь читания обнял его, и благодаря прикосновению к Господу читанию этот обезображенный человек стал сразу же очень красивым и здоровым». И тогда у Суды Випры возник вопрос. Он сказал, «Он сказал, вот раньше, мое тело было таким отвратительным, и от него исходило такое зловоние, что никто даже не приближался ко мне». Но теперь, дорогой Господь, по Твоей милости я стал таким красивым, и я боюсь, что я могу возгордиться этим. Свия Зарчатания, «What can I do to remain humble?» Аллаха said, «Chand Hare Krishna, and preach the glories of Hare Krishna». Господь читания сказал ему, «Повторяй Харе Кришна и всем проповедуй о славе Харе Кришна манты». «Read the Gita, and preach the glories of the Gita». «Начитай Бхагавад-гиту и проповедуй всем о Бхагавад-гиту». И таким образом, ты всегда будешь оставаться смиренным и скромным. Свия Прабхата объясняет, «Just like Vasudeva Vipara was liberated, was ignited, every demoniac of the Krishna-Consent movement had been saved from an obnoxious condition». Свия Прабхата пишет в комментариях к этой истории, что точно так же, как Vasudeva Vipara был спасен, освобожден из этого ужасного положения, точно так же все преданные этого движения сознания Кришны были спасены из отвратительного положения, в котором они находились до этого. Поэтому мы все должны повторять Святое Имя и проповедовать о славе Святого Имени. Чед и читайте Бхагавад-гиту и проповедуйте Бхагавад-гиту. Читайте Бхагавад-гиту и проповедуйте Бхагавад-гиту. Читайте Бхагавад-гиту и проповедуйте о славе Бхагавад-гиты. И благодаря этому вы будете духовно развиваться. Такое настроение должно быть у нас, развивать сознание Кришны у себя и также проповедовать сознание Кришны другим. Проповедь часто говорил, что проповедь — это суть. Проповедь — это привилегия лишь нескольких брахмачариев и брахмачарини. Проповедь — это возможность, которая есть у каждого, кто хочет удовлетворить Господа. И есть много разных способов проповедовать. Самый главный способ проповеди — это распространение книг. И мы должны развивать себе вот этот проповеднический настрой. Проповедь — это, конечно, непростое дело. Когда вы выходите проповедовать, вы не знаете, как люди среагируют на вашу проповедь. Кто-то может благожелательно отнестись к вашей проповеди, а кто-то может и негативно воспринять ее. Мы должны быть готовы принять любовь. Мы должны быть готовы принять любовь. Кришна говорит в Бхагавадгите тем, кто поклоняется мне с предностью, я даю то, что им не хватает и сохраняю то, что у них есть. Если вы будете стремиться проповедовать, Господь даст вам знание о том, каким образом это делать успешно. Итак, тема сегодняшней беседы была — вопросы и ответы. Мы также постоянно должны задаваться этим вопросом — как я могу духовно развиваться? Все, кто сидит здесь, имеют интерес к духовной жизни. Иначе бы вы не тратили время на это. Поэтому примите это решение. Повторяйте с это время, читайте книги и общайтесь с преднами. И также стремитесь развивать себе настроение смирения. Мы стремимся стать слугами, слуг Господа, а не так, что мы хотим стать господами. Дхакра Бхактина говорит, всегда считайте себя никчемным и недостойным. И так же всегда молитесь о милости Господа, о возможности служить Ващнавам. И тогда вы будете духовно развиваться. Есть ли у вас вопросы? Гурмхарадж, скажите, пожалуйста, как преданному стаду парадукадуфи. Гурмхарадж, пожалуйста, скажите, как девотик может стать парадукадуфи. Ах, кто из вас понимает, что значит парадукадуфи? Один-два. Вы просто очень смиренные все, я так понимаю. Боитесь признать, что понимаете. Парадукадуфи значит, что когда вы видите, что другие люди страдают, что они пытаются наслаждать свои чувства, и это ведет их в ад, вы стремитесь их спасти, вы сострадаете. В лекции я говорил уже о том, как обрести сострадание, как развить себе сострадание, как развить себе смирение, волшимость и все эти другие качества. Есть одно решение всех проблем. Какое-то решение. Какое-то решение. Катерти в чей-то. Да. Если вы будете это делать, все хорошие качества будут развиваться у вас. И все плохие качества будут исчезать. Разве вы не этого хотите? Если вы этого не хотите, то делайте прямо противоположное. Хорошо. 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 У вас был вопрос? Если человек уже стал на последовательном положении, если я был веру в Бхахти, нужно ли ему еще какие-то вспомогательные методы, или есть какие-то методы лучше Бхахти, чем сам? Хорошо. Если кто-то уже принимает правила Бхахти, то ли он нужна какие-то дополнительные методы, или есть какие-то методы Бхахти, или есть какие-то лучшие методы Бхахти? Если кто-то поклоняется Кришне, нужно ли ему поклоняться полу-богам? Это мой вопрос. Нет, но. Держать Махам мантры, psychological заполненки. Если вас выполняет нормальный метод Бхахти, то будет включатьكل остальное. rewarding бхахти. Ну что вы имели ввиду, говоря про какие-то другие методы? Сейчас наша Пополяна собрала психологию. Now the psychology is very popular. And many people join, attracted to Krishna consciousness through these psychology courses and preaching through psychology. You can come through any avenue. But the end result is chanting Hare Krishna. So if you come to a psychologist and chanting Hare Krishna, eating Prabhupada, it's okay. And if in the result of some psychological courses and festivals, a person begins to repeat Hare Krishna and read Prabhupada, then it's okay. But his question is, if the devotees start to get interested in psychology, do they really need it for devotional science? They think that their spiritual life is dependent on psychology. They will never discuss, case by case. If the devotees think that their spiritual life depends on the psychology of these methods, then Guru Maharaj говорит, that it is necessary to consider in specific cases. I don't want to say something and then get misquoted or misunderstood. I don't want to say something that you can't write correctly or then citate correctly. Well, I'll tell you. Well, I'll tell you. Well, I'll tell you. All right. All right. All right. All right. All right. All right. What should we, how we should balance between knowledge of Sambandha, and also philosophy and Lillas in Krishna-Bukh, for example? Можете читать и о лилах, и о философии, главное, пока вы читаете книги Шалапарупада, все хорошо. Потому что Шалапарупада все очень авторитетно представил, потому что благодаря чтению его книг вы всегда будете понимать, что вы слуга Кришны. И также вы должны понимать, что мы не можем подражать этим лилам, вы слуги. Окей, еще вопрос. Ну, короче, правильно ли я понимаю, что некая раздражительность и дневливость, которая может быть как реакция на какие-то вещи, ну, к примеру, кто-то из преданных что-то обещал, не сделал. Или ты построил какие-то планы, и они сорвались. Вот означает ли это, что вот такая реакция, как раздражительность, это признак, но тонкого вожделения? То есть, как исходит из причин этого вожделения? Или это гордость? Или что это? Особенно. Это, конечно, это… И мне, возможно, не верно, что если у нас может быть ирители, или ненавидит, или ненавидит, или ненавидит, когда мы не достигли неdi, не достигли, потому что этот расширен или ненавидит, или ненавидит, В этом вопросе, что вы можете чувствовать раздражение, если кто-то что-то обещал, а потом не сделал это. В этом вопросе? What's the cause of this manifestation? Is it the manifestation of lust or pride or what? It can also be a manifestation of your desire to see the right things. Это также может быть проявлением вашего желания, увидеть желанием, чтобы все делалось правильно, чтобы все было хорошо, выполнялось все. Но если вредные, например, обижаются. Я не всегда себя контролирую, иногда с раздражением говорю, что вредные обижаются. Но иногда я не могу контролировать себя. Я говорю с хритацией, и привычные могут чувствовать раздражение. Бхагавад-гита говорит, что одна из аскез речи — это говорить правду, но говорить ее приятным образом, вежливо. То есть если вы кого-то поправляете или ругаете, то делайте это вежливо и приятным образом. Но это ко всем относится, не только. То есть ко всем это относится. У нас у всех мы все страдаем от этой слабости. То, что мы не говорим приятным образом. Нам всем нужно учиться этому, как правильно говорить. На все ли вопросы, которые у нас возникают в уме, мы должны стремиться получить ответы? Или же есть все-таки какие-то вопросы, которые лучше не задают? Да, все вопросы можно задавать. У нас нет никаких секретов. Какие-то вопросы могут быть непрактичными. Какие-то вопросы могут быть утопичными. Но можно все задавать, любые вопросы. В вашей стране есть свобода слова. Можно все. Но задавать вопросы нужно приятным образом. Еще? А вот в продолжение вопрос. Когда происходит такая ситуация, что ты выполняешь такой служитель с премиумом. И тебя посылают ему что-то сказать. А там человек то ли игнорирует, то ли продолжает принимать свое дело. И вот ты второй раз, третий, четвертый. И ты как бы пытаешься угрожаться, то есть гнев. То есть ты понимаешь, что урон угрожает тебе отлично. Но ты понимаешь, что так можно. Люди продолжатся еще долго очень. Шестой, седьмой раз. Или кажется, что если шарк тебе не добавят, то человек не сдвинет ты с места. Это как ловушку что ли? То есть тут надо все-таки добавить? Или это как бы испытание, смирение? То есть пока ты... До тех пор ходить надо, пока он не созреет. А не твоей испытательности. Черьёзно, себе надо объяснить какое-то другим человеком This is the time to do something wrongly. И ты д definitiva, котораяodynamic говориться не так делать. И вдруг пишешь, что ты не уда�и мне так делать это. Сейчас Ger neh. Знаешь, что делай вам скрытая на месте. А если у нас идётak, что он тогда не должен это делать. ДIt's not made продолжение. Но пока не следит. Ты células, опять скажешь. Ну нужно начать смиренно, по крайней мере. Если он не слушается, не сотрудничает, тогда можно уже показать палку. Тогда вы должны действовать через другого старшего предна, который для него старший. Однажды одна змея пришла к Нарадимуни и сказала, что он не знает, что он не знает, что он не знает. Он не сказал, что змея перестала кусаться, что ее все доставали, он не сказал. Иногда ты можешь просто раздуть капюшон, кусаться не обязательно, но ты можешь раздуть капюшон, и это испугает тебя, кто к тебе предстоит. Спасибо большое, Махараджи, за лекцию. Я вот хотела спросить, в будущее семейными приходится выполнять свои обязанности и стараешься делать это в сознании книжное. Слышишь мужу, детям, родителям. Часто замечаешь, что это больше энергии уходит на это, не хватает энергии на духовную практику свою личную. Чтение книг, папа, внимательное повторение. И как найти этот баланс, чтобы духовная практика лично не страдала, когда ты выполняешь свои личные обязанности в отношении к семье. Спасибо большое за вашу лекцию. Мы семейные люди, и мы должны делать наши обязанности. Наши обязанности, я должен служить моего мужа, моих детей, моих родителей. И я пытаюсь сделать это, но иногда я чувствую, что в работе в моей семье, в моей жизни, я не знаю времени, чтобы активно поменять название, чтобы читать книги. Как найти баланс между нашими родителями и духовными обязанностями? Это хороший вопрос. Это вопрос, который часто задают грехаски. Ну это реальность, да, это такая, такова реальность. Грехасам приходится зарабатывать деньги. Какие-то дела делать домашние, по дому. Есть обязанности определенные. Но ответ такой, нужно стараться делать все, что вы можете, как можно лучше стараться делать все. Стараться находить время для повторения джапы, чтобы не идти на компромисс в этом. Старайтесь делать все, что вы можете. Если Кришна увидит, что вы искренне пытаетесь все делать в духовной жизни, Он будет помогать вам. В жизни ничего не дается легко. В седьмой песне Шибат-бхагаву, там есть замечательная беседа между Нарадой Муни и Штирой Маханаджа. Я расскажу об этом завтра. Это целая отдельная тема. Окей, еще один вопрос, и мы закончим. Есть еще у кого-то вопрос? Спасибо за лекцию. А сколько вы часов летели сюда в самолете? Сколько часов я прилетел за эту поездку или за этот месяц или за этот год? Хорошо уходите от ответа, но я спрашивала конкретно, чтобы приехать сюда, в Сочи. Чтобы приехать сюда, в Сочи. Я пришел сюда. Я пришел сюда. Я пришел сюда. Я прошел 6 часов лет летел в Москву. Сначала 6 часов лет летел в Москву. И даже 9 часов, включая время в аэропорту. Два с половиной часа мы летели в Сочи. Чтобы сказать Харе Кришна всем вам. Приятного аппетита. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо большое. Сейчас я, как каждый год, приезжаю для того, чтобы посетить все храмы и выполнить свой долг GBC. Отсюда мы поедем в Ессентуки, потом в Курджиново, Краснодар, Новороссийск, Ростов. И Волгоград. Затем я вернусь в Индию. С кем-то из вас я увижусь на Карчике. Кто из вас поедет на Карчику? Есть предные русские, которые два раза в год приезжают в Индию.